Добрый вечер. Это подробности недели, которая хотя и была неспокойной, но никто и не думал, что закончится она настолько жестко. Взрыв в центре Киева. В нескольких десятках метров Крещатик. В нескольких сотнях метров Администрация Президента. К сожалению, вынужден констатировать, вот этот почерк убийц уже приходится называть классическим. Взорван автомобиль, водитель погиб. Больше деталей мы узнаем у моей коллеги Елены Зориной. Она уже работает на месте преступления. Лена, приветствую тебя в первые часы после столь громкого убийства. Тебе удалось узнать какие-то детали произошедшего, имя убитого, первой версии, возможно. Прошу. Ну и попроси не мешать, пожалуйста, правоохранителям тебе работать. Леш, буквально одну минуту... Леш, буквально пару минут просят для того, чтобы проехал транспорт. Давайте включимся немножко позже. Пустить транспорт и немного, и ты можешь с нами уже общаться в это время. Хорошо, давайте не будем мешать правоохранителям, если для этого они прерывают твою работу, исполнять свои обязанности. Как мы понимаем, сейчас на этом месте неспокойно. Вот мы видим, наверное, скорее всего, да, все-таки это автомобиль какой-то спецтехники подъезжает. Это и понятно, и много каналов, и самим правоохранителям нужно в это время находиться на связи друг с другом. В частности, такие же техники помогают и нам сейчас связаться с нашей коллегой Еленой Зориной. Лена, я надеюсь, у тебя сейчас есть возможность все-таки ответить на мои вопросы. Давай. Мы тебя слушаем внимательно. Да, Леш, вот что известно к этому часу, буквально взрыв произошел буквально полтора-два часа назад в самом центре столицы в районе Бессарабского рынка. И сейчас в квартала Цеплин, как вы видите, вокруг можно видеть также стекла, обломки машины. Здесь работают эксперты-криминалисты, спасатели, также взрывотехники обследуют ближайшую территорию на предмет других закладок. Есть такие подозрения. Известно сейчас к этому часу, что взорвалась машина с грузинскими номерами. В ее салоне находились трое. Это женщина и ребенок. Сейчас они госпитализированы. И мужчина, он, к сожалению, погиб. В полиции говорят, что это похоже на целенаправленное покушение. И уже известно имя погибшего. Вот что, собственно, говорят. Это, в принципе, уже известно, что это человек, довольно известная в таких криминальных колах. Его звать Тимур Махаури. Он гражданин Грузии. Он имел стойкие связи с различными чеченскими колами. Он также держался и притягался к ответственности в этом году у нас в Украине. Но уклав угоду и следствам, признав свою правину и получил условный термин за тот злочин, который предупреждался тогда, когда он был держался и притягался к ответственности. За какой статей он вынавалчивался? Еще я напоминаю, это незаконное сберегание зброя. Основная версия – это целоспрямованный замах на убийство этой особы. Также к этой минуте известно, что за жизнь женщины сейчас борются врачи. У нее тяжелое ранение ноги, а жизни ребенка ничего не угрожает. Собственно, мы продолжаем здесь работать и ждать хотя бы предварительные оценки экспертов, где была заложена взрывчатка, собственно, что произошло. И также попытаемся найти очевидцев. Алексей. Мы тоже будем следить за развитием событий. Как только будут новости, сразу с тобой связываемся, рассказываем об этом нашим зрителям. Оставайся, пожалуйста, на месте. Отдельное спасибо, Лена, за умение профессионально работать в самых сложных, непредсказуемых ситуациях. Елена Зорина из центра столицы рассказала нам первые новости, первую информацию, которая известна о громком, резонансном, я бы даже сказал, циничном убийстве на Бесарабской площади. Продолжение следует...